Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Давайте разберемся». Меня зовут Арсений Гончуков. А вы любите потеть? Нет? Странно. А теплое пиво, а грязную посуду и нестиранные вещи тоже нет? Очень странно. А ведь все равно приходится в такие-то жаркие деньки, признайтесь. Ну что поделаешь? Как вы уже поняли, сегодня будем говорить о воде. Точнее, об ее отсутствии. Этого столь ценного и самого по себе и особенно важного сейчас, сегодня для всех костромячей, химического соединения. Почему в ряде районов области и в некоторых районах города воды нет? Куда она делась? И что за злоумышленники затеяли эту провокацию? И да, главное, люди-то как вообще выживают без воды? Им-то куда деваться? Проблема важная, давайте разберемся. Тем более, что города, поселки, улицы без воды напоминают сейчас места боевых действий, где люди сражаются с чиновниками и с жарой. Жара сражается с водой и с людьми. В общем, все друг другом недовольны и надо что-то делать, но что именно, мало кто понимает. Чуть позже мы с вами убедимся, что и сами люди, да-да, вы сами подчас виноваты в том, что нет воды, а пока перенесемся в поселок Волжский. Посочувствуем людям, увидим, как дома там превращаются в пустыни, а их жители в сушеную воблу. Ну, а в кого же еще? Грозит тем, что эпидемия может начаться элементарная. Кишечная какая-нибудь или еще что. Ну, я не знаю, к пещерам идем или как. Хоть кто-нибудь на нас внимание обратит или нет. Мы такие проблемы имеем в поселке. Антонина Александровна живет на четвертом этаже, где вода не только редкость, но и поднимается. Она сюда с огромным трудом. Женщине с повышенным давлением и маленьким ребенком в доме в такую жару приходится особенно тяжело. Вечерами надо караулить и набирать долгожданную воду. Воду включают с пяти вечера до полуночи, но зачастую и этот график не соблюдается. При том, что идет вода плохо, едва заметной струей. Отдельный разговор это качество воды, за которую приходится так трудно и долго бороться. Вода непригодна для питья. Любови Боисовне не помогает даже техуровневый фильтр. В набранной воде остается белый осадок. Пить ее женщина опасается. Когда вот течет, мы скорее на запас. Как вообще вода течет? Плохо. Плохо по ниточке течет. Вот так вот течет, течет. Грязная, рыжая, ржавая. Тем не менее, за удовольствие иметь в доме по несколько часов в день грязную воду платить приходится ежемесячно. Горячая вода 1039. Кроме этого еще водоотведение в другой квитанции. Холодная и горячая. Которая тоже, вот представьте, какое водоотведение может быть, если у нас нет ничего. В общем, счета у нас, дай Боже. С крана по нитке, а вода не дешевле. Добросовестные жильцы все это во имя принимают условия чиновников. Между тем, все их попытки выяснить, почему воды все-таки нет, наталкиваются на невразумительные отговорки. Звонишь, в чем причина? А что вы звоните? Все, никто не звонит, кроме вас. Только вы недовольны. Официально сделал письмо, запрос. Мне официально прислали ответ. Я могу вам его показать. Прямо сейчас принесу и покажу. Мне заявлено какой-то там ответ. Кроме вас, никто не обращался. И вода в ваши дома подается круглые сутки. Измученные люди готовы принять любую причину, будь то жара, экономия или сломанные насосы. Однако ТГК-2 предпочитает ничего не объяснять. Хотя дома в поселке закреплены за этой компанией. По мнению коммунальщиков, вода в поселке волжске есть. А потому и счета приходят по-прежнему. Перерасчет никто делать не собирается. Воду давать тоже. Мария Дудникова, телекомпания «Русь». Что ж, в таких домах, как этот, беда всегда. Не только летом. Потому что, когда коммуникации изношены, ни тепла зимой, ни воды летом. Точнее, ни того, ни другого, ни летом, ни зимой. А теперь, собственно, о жаре и о том, как она способствует исчезновению воды. Нет. Вы вряд ли догадались. Не выпили ее всю или она не испарилась? Нет. Гораздо хуже. Вообще, это очень важная тема, потому что здесь мы сами виноваты и никто более. Переносимся в Чухломский район. С одной стороны, там как везде. Перебои с водой, несчастные, немытые и потные жители. В общем, весь набор бедуина в пустыне. Ребенка помыть, посуду кушать, сготовить. Помыть посуду, сготовить, кушать. Также полить огород, постирать. Воды очень много надо. Вода течет, но напора нету. Потихонечку. Поливаем, пока жарко. Пока есть вода. Вечером уже воды нету. Вообще не бывает воды нисколько. Вчера вообще полдня воды не было. Сидели без воды. И потом еще удивляемся, за что, как пьем и еще идем платить за такую воду. Сантьева там есть. Вот туда ездим за водой. Это у кого есть возможность ездить, а у кого нет возможности, сидят без воды. Я сюда приехал с улицы Полевой за водой, потому что у нас нет воды. Вот в июле еще вообще вода не текла. Весь июль, с первого июля. А с другой стороны, и вот тут как раз самое главное, ведь сами виноваты, что воды нет. Сами и никто другой. Это отнюдь не ирония, а жестокая реальность. Представляете, воды не хватает тотально, просто чтобы помыться, умыться, чаю там попить. А некоторые несознательные граждане включили воду на полную, бросили шланг в огород и ушли. Проблема тем самым гораздо хитрее, чем кажется, и на собственной шкуре это почувствовали именно в чухлами, где костромичи так в жару возлюбили свои огороды, что пришлось полгорода отключать. Да-да, огородники, в том числе и те, кто жаловался нам на безводе буквально только что. В итоге, когда потребление воды достигло таких объемов, что водопровод попросту перестал справляться, местные власти приняли решение давать воду, то одной половине города, то второй по графику. Во всяком случае, так было до сегодняшнего дня. Неудобно, согласен, но граждане, ну нельзя же так в самом деле. Ведь вот в чухлами в центре озера есть, например, есть родники несколько, есть колонки, но нет ведь, все на центральный водопровод носили, а теперь жалуются. Два с половиной раза увеличился объем воды. Мы ездили по муниципальным образованиям, смотрели, они просто открывают шланг, выбрасывают его, значит, к себе в огород, и он начинает отлить, безусловно, но нельзя сегодня поднять давление таким образом, чтобы вода выливалась на первом этаже и поднимать ее на высоту пятого этажа. Это может привести к выходу из строя системы водоснабжения. У нас была такая практика, когда мы попытались поднять давление, у нас начинает рваться магистральная сеть. А еще прибавьте сюда автоматические стиральные машины и прочее, и прочее в этот летний пик. Что получается? Итак, что делать? Как решить проблему недостатка воды? Ну, кроме того, чтобы все-таки прекратить выливать весь водопровод на хилую петрушку или морщинистую морковку. Решение есть, безусловно, но они непросты. Нам надо сегодня рассматривать реконструкцию этих объектов водоснабжения, надо бурить дополнительно скважины, менять систему, увеличивать диаметр трубопровода, который идет, естественно, увеличивать объем подаваемой воды. Это, естественно, мера, но нельзя сказать, что мы ее можем сделать очень быстро. В рамках программы, которую разрабатывали, посчитали, сколько сориентировочных средств надо, но это порядка 4 миллиардов рублей. В общем, мы разобрались. Трубы у нас действительно беда. Потери, то есть в землю по пути уходят воды от 30 до 70 процентов. А вон в Андроповском районе, так вообще водозабор знаете какого года? 905-го. Родственник первой русской революции. Второе. О том, как решить проблему обезвоживания, власть задумывается. Что-то там даже считают, планируют. Ну и третье. Берегите воду. Давно ведь пора привыкнуть, что из крана у нас дома ни водопады не агарские бьют. Водопровод он тоже не железный. В переносном, конечно, смысле. Это была программа «Давайте разберемся». Меня зовут Арсений Гончуков. Напомню, мы выходим в эфир с понедельника по четверг в 19.20 и в 21.45, сразу после выпуска новостей. На сайте kastroma.org страничка нашей программы и видеоархив последних выпусков. Ну а если у вас есть с чем разобраться и вы хотите поделиться проблемами с нами, звоните или пишите на электронную почту программы. Будьте с нами и помните, с проблемами надо разбираться вместе. До встречи и всего хорошего.